Всем привет! С вами снова Atlantis 3570 и сегодня вашему вниманию представляется распаковка очередной посылочки с интернет-магазина aliexpress. Посылочка небольшая, стандартный конвертик. Давайте вскроем, рассмотрим что там по теории. Догадывайте мне две посылки с практически одинаковыми вещами. Вот это одна из двух вещей. Либо то, либо сё. Значит, мы практически догадался что это. Ну то есть я думал либо вот эту штукинца, либо похожий кабель. Абсолютно не похожий там HDMI кабеля для разветвления. Это когда-нибудь вы видите. Не знаю, заказывал просто так. Не знаю для чего, но все равно ваш iPhone нормально не работает с левыми зарядками. Только с правыми зарядками. он пишется типа данный девайс. Что-то пишет там. Не помню что. Типа не является оригинальным. Давайте попробуем подключить. Так. Сейчас. USB от установного компьютера далеко, а провод довольно коротенький. Хотя. Хватит наверное. Я думаю люди уже догадались что это за вещь. Такая. Немного убавлю яркость. И давайте подключим. Это вот такая вот бегуньковая зарядка. О! iTunes запустился. Он даже доступен на новую версию. Давно я его не обновлял. Кэшхеем не пользовались практически. Только когда если музыку закачать или какие-нибудь фотки. Вот такой бегуньковый. Бежит сейчас слабенько. Потому что заряд 72 процента. И так есть. Так что... Чем меньше заряд, тем быстрее он бежит. Это вот бегуньковая фигня. Но пока что сразу определился. Может быть и будет работать нормально. Значит. Попробуем. Надо будет его в темноте попробовать в полной. Разведить айфон. Попробовать. Вот так вот эта штука выглядит. Если айфон будет разряжен практически в ноль, то это... У нас бегуньковая дорожка. Или как это назвать. Будет очень быстро бегать. Если уже будет там ближе к 100 процентам, он будет еле-еле так дергаться. Так что вот такая вот безделушка. Это вторая ревизия, скажем так. Первая мне не пришла так. Ну там вернули деньги. Но... Заряжать компьютер. Хотел от него подключить. Такая вот. Такая вот. Прикольная. Здесь проклеена. Тогда по нашей старинной народной традиции. Надо же посмотреть, чё почём. Так, сейчас ребята. Найду, покажу. Ожидается подтверждение. Вот почём. 325.95. Да, не такая уж и дешёвая вещичка. Ну, не знаю, хотелось мне её. Первый даже, по-моему, ещё до повышения доллара я даже, по-моему, намного дороже заказывал. Но она так и не пришла та посылка. Деньги вернули и тому подобное. А эта пришла. Виден уже небольшой какой-то разбор. Рочной дефект. Видите? Ровно провод это косится в эту сторону. Всё жёстко, ничего не шатается. Просто впаяли криво. Здесь... Здесь нормально. Сейчас я делать это не буду. Не знаю, может кому-нибудь попробую. Подарю, может себе оставлю. Посмотрим. Вот такая вот небольшая посылочка. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем за внимание. Как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. До встречи. Пока и до встречи.